Друзья мои, этот ролик один из наиболее сложных для нас и не только обширностью материала, но и тем, с каким знаком его подать зрителю, восторгаться или хейтить Р200, гордость советских железнодорожников или все же нет, попробуем ответить на этот вопрос. А также, как обычно, поведаем об истории и судьбе этой серии и подивимся на конструкцию Гравитзапы. 70-е годы. Золотая пора. Пик научно-технического прогресса в СССР. В полной мере это относится и к железнодорожному транспорту. Строились всякие ништяковые локомотивы, электрифицировались пути, да и специфика работы была совсем иной. Но одной из проблем, которую многие десятилетия не мог решить МПС, был вопрос скоростного и высокоскоростного движения в Союзе. Единственный полноценный участок Москва-Ленинград, который хоть как-то соответствовал этой задаче. Туда и направлялись все быстроходные локомотивы. Это и паровозы ИС, и тепловозы Т7, и электровозы ЧС разных серий. При этом очевидно, что мотор-вагонная тяга для реализации скоростных покатушек имеет ряд преимуществ перед локомотивной. Хотя бы количеством тяговых двигателей, что дает выигрыш во времени при ускорении. Пораскинув мозгами, решили умные головы построить специальный электропоезд для такого дела. А где строить? Пожалуйста, Латвия. Рижский вагоностроительный завод. РВЗ на электропоездах собаку съел. А они везде, по всему Союзу РКТа, понимаешь? Привет, Блуфи, кстати. Ну и вот, в 60-е годы, аккурат, рассвет бетломани за железным занавесом, конструкторы рассчитали основные параметры чудо-поезда. А к 67-му году было утверждено техническое задание на 14-ти вагонный электропоезд типа Р-200. Вот, посмотрите, интересные фото. Кто-то сказал, что это первоначальный дизайн проект нашего героя. Ну, может быть. В общем, строили, что называется, всем миром. Более 50 НИИ проектных организаций и заводов. Конечно, изучали зарубежные образцы. Вы же понимаете, это вопрос престижа. Вроде как у них уже есть, а у нас еще нет. Джентльмен слышал про Р-23? Вот, прошу. Оказывается, это один из прототипов Р-200. Да, попытка построить вагон с самым легким и прочным каркасом. Образец запилили к 65-му и 66-му году и весил он на треть меньше вагона Р-22. Потом щербенки гравицапу раздавили, но результаты легли в основу при создании кузовов самого Р-200. Конструкторы при создании экстерьера вдохновлялись японским синкансеном нулевой серии. Поэтому будущий поездок имел в некотором роде японские корни. Забегая вперед, скажем, что, по мнению некоторых специалистов, кузова в итоге РВЗ сделал откровенно халтурно. Интересно, что решение по электрооборудованию и экипажной части обкатывали на обычном Р-22. Наконец, в декабре 1973 года выкатили из ворот Рижского завода первый опытный электропоезд по К-6 вагонах, 4 моторных и 2 головы. Моторные имели номера 112, 114, 122 и 124, а головы 101 и 103. Для справки, вагоны, оканчивающиеся на 2, имели рога. Соответственно, с четверкой на конце без роги. Первая обкатка скоростного поезда в составе шести вагонов состоялась на участке Рига-Саукрасти при Балтийской дороге в январе 1974 года. При обкатке 17 апреля была достигнута скорость 160 км в час. В том же году Рига построила еще 8 моторных вагонов. Вот эти номера. И поезд обрел проектную 14-вагонную составность. Чуть подшаманив состав, РВЗ отправляет его для испытаний на участок Белореченская-Майкоп, Северокавказской железной дороги. Вот тут-то в максимальная скорость к концу 74 года была доведена до 206 км в час, а в 75-м все 210 км. Ну, круто че. Затем, также в 75-м поездок берет на испытания старая добрая Щербинка, о которой мы уже много говорили. По окончании испытаний первый электропоезд серии R200 поступил в депо Ленинград-Пассажирский Московский. Здесь произвели подъемочный ремонт состава в надежде скоро начать юзать его с пассажирами. Но, как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Или быстро только кошки родятся. До начала регулярной эксплуатации остается еще долгих 10 лет. Испытания и доводка этого принципиально нового поезда для Союза в основном завершились в 77-78 годах. Тогда же в Щербинке на выставке Желдор Транс 77 впервые широкой публике был представлен наш герой. А вот и пруфы. Наверное, не слабо рвало шаблон у простых людей при виде этого футуризма. И смотрите, справа стоит не менее легендарный ЧС-200-001. Вот фото в цвете. Обратите внимание, что для безопасности маляры на носу дорисовали сигнальные полосы. 16 ноября 79 года поезд впервые совершил коммерческую поездку с пассажирами. Журналисты на радостях сняли вот такой рекламный фильм, где расхваливают Р-200 на все лады. Но до регулярных рейсов остается еще 6 лет. А затем что-то пошло не так. Оказалось, что и пути для скоростей в полном объеме не готовы, и автоблокировка нужна другая, и контактная сеть не соответствует, и кривые спрямлять придется, и стрелочные переводы менять, а тут еще грузовые с электричками мешаются. Ау, щит! Короче, первоначальная эйфория куда-то исчезла. И если верить источнику, катализатором запуска нашего героя в регулярную эксплуатацию стал, как ни странно, визит в союз премьер-министр Франции, который похвалился своими высокоскоростными поездами ТЖВ. Кто не в курсе, во Франции первую линию ТЖВ Париж-Леон открыли в 1981 году. Скорость тогда составляла 250 км в час. Видимо, это ускорило процесс доводки инфраструктуры до требуемых скоростей. Также была проведена повторная наладка систем поезда, и устранены отдельные дефекты, выявленные ранее. И, наконец, тот труту. Весной 1 марта 1984 года скоростной электропоезд был введен в регулярную эксплуатацию между Москвой и Ленинградом. Причем, долго еще скоростей 200 км в час с пассажирами поезд не развивал, проходя расстояние в 645 км за 5 часов 59 минут. А вы говорите, маркетинга в Союзе не было. Почему бы до 6 часов не округлить? Нет, минус минуты и уже 5 часов с какими-то там копейками. Как бы то ни было, поезд поехал. Как поехал, скажем ниже. Но сначала давайте подивимся на конструкцию аппарата. Итак, поездок постоянного тока с часовой мощностью 11500 кВт и конструктивной скоростью 200 км в час. Имел следующие приколюхи. Во-первых, кузов из алюминиевого сплава по типу самолетов для облегчения веса. Во-вторых, 4 вида тормозов. Пневматические, ЭПТ, Реостат и магниторельсовый, как у трамваев. Правда, после двух случаев отсоединения блоков МРТ на ходу, магниторельсовый тормоз был снят со всех вагонов. Для мягкости хода тележки электропоезда имели пневматическое центральное подвешивание. Регулирование напряжения на коллекторных ТЭД и соответственно скорости движения происходило за счет вывода пусковых резисторов, перегруппировки двигателей и изменения величины их магнитного поля. Шунты, второй шунт. Вместе с тем, для плавного изменения величины напряжения были задействованы импульсные диристорные регуляторы, как на опытном Р2И. Для сцепления с другими поездами на главных вагонах установлена автосцепка СА-3, а между собой вагоны Р200 были соединены автосцепкой Шарфенберга. Кабина, конечно, шикарная, вся обтекаемая, оборудованная передовым контролером машиниста на рычаг похожем, многозначный ЛСН и даже автомашинистом. Хотя из-за многочисленных конструктивных ошибок в системе автомашинист, ее так не довели до рабочего состояния и впоследствии сняли. По салону. Удобно, но естественно. Гардероб, кондейли, мягкие кресла, бары-буфеты в головах поезда, всякие столики, пряники. Кресла были не простые, а с секретом. Их можно было разворачивать на 180 градусов, чтобы ехать по ходу движения, а также откидывать спинки, если счастливый советский гражданин хотел забыться тревожным сном. Но блин, опять-таки, по непонятным причинам, впоследствии кресла уже не крутились, и половина пассажиров каталась головой назад. Зато в салонах были установлены специальные табло, где отображалась фактическая скорость поезда, чтобы у людей росло ЧСВ. Однако ребята специально проверяли, в кабине и в салонах показания скорости не совпадало. Табло для пассажиров завышало последнюю на несколько километров в час, но это, конечно, не специально. Итак, друзья мои, началась регулярная эксплуатация. Как мы уже сказали, поездка по расписанию должна была составлять 5 часов 59 минут, и еще долго Р-200 будет ходить по такому графику, один раз в неделю, по четвергам в Москву, а в пятницу в Ленинград. Не очень быстро, скажем прямо, в основном поезд шел со скоростью 160 километров в час. Позже, после очередной реконструкции, время в ходу сократят до 4 часов 59 минут, а в 2006 году, ко дню железнодорожника, до 3 часов 55 минут. Правда, затем время опять увеличат. В среднем, в те же 2000-е, наш поездок преодолевал расстояние между столицами за 4,5 часа. Когда началась регулярная эксплуатация Р-200, эйфории советских граждан не было предела. Машину снимали в фильмах, например, белый бим, черное ухо. Печатали на билетах, в учебниках. Были марки с изображением рвицапы, 32 копейки, вынь да положь. Люди рисовали такие вот интересные баннеры. А апогеем агрессивного пиара стали пакетики дорожного сахара, где также был нарисован пациент. Кстати, билет в 80-х годах на этот поезд стоил 12 рублей. Грубо, десятая часть средней зарплаты. Внимательный зритель может спросить, а что, был только один поездок этой серии? Или построили еще что-то? Да, построили. РВЗС готовил еще 14 вагонов. Сначала к 88 году две дополнительные головы с номерами 105 и 107. Их использовали, когда необходимо было выполнить крупный ремонт 101 и 103 головам. Впоследствии из новых голов и части моторных вагонов первого поезда сформировали еще один состав. Затем в 90 и 91 годах были построены сразу шесть вагонов, фактически Р200 номер два, с главами 201-203 и четырьмя моторными вагонами 212, 214, 222 и 224. Еще два моторных вагона построили в 93 году и еще четыре в 94. В 93-94 годах на линию выходили три состава. Первый, Р200 номер один, БИС, с новыми головами, на Москву в обычном графике. Второй, Р200 номер два, наладка. И третий, Р200 номер один, шесть вагонов на Новгород в низкоростном графике по выходным дням. До 2001 года летом были даже ночные поезда из Р200 между столицами в качестве обычной сидячки. Время в ходу составляло восемь с половиной часов. Джентльмен может спросить, а как отличить между собой все три состава? Изи. Промежуточные вагоны первого и второго составов различаются размещением решеток вентиляции. У второго состава они над тамбурами, а у первого смещены к центру вагона. Родные головы первого состава от дополнительных голов можно отличить по наличию приводов стеклоочистителей над лобовыми стеклами, а у дополнительных голов их нет. Также на первых головах отсутствуют решетки на буферных фонарях. Ну а головы второго состава отличаются наличием двух парбуферных фонарей и дополнительно верхним прожектором для подсветки контактной сети. Официально первый Р200 ходил до 15 сентября 1995 года, когда состоялась его последняя 1254 поездка. Но списан он был не полностью, во всяком случае некоторые вагоны бегали до 2006 года. Прочие поезда этой серии работали вплоть до 2009 года, когда 20 февраля была выполнена последняя поездка в штатном режиме из Питера в Москву. Но еще 28 февраля был дополнительный рейс с особыми пассажирами, отправлением из Питера до станции Любань. Там прошла торжественная встреча двух поколений скоростных поездов Р200 и нового Сапсана. Как-то так. За время эксплуатации нашими героями было совершено почти 3000 рейсов и перевезен миллион 300 тысяч человек. А теперь ложка дегтя. Посмотрим, так ли был хороший и удачен скоростной электропоезд Советского Союза. Работники отмечали, что уже с первых рейсов Р200 работал ненадежно и нередко ломался. Задержек в пути почти не было, но достигалось это постоянным наличием в составе поездной бригады двух высококвалифицированных слесарей во главе с мастером. Все рейсы, говорили специалисты, сопровождались тревожными ожиданиями и потерей нервов. Вот, например, перегонка неисправной секции в депо, которая была выцеплена из состава поезда. После каждой поездки Эрка подвергалась полной диагностике всех цепей и аппаратов. Фактически, проект успел устареть уже к 1984 году, начал регулярного движения. Дальше больше. Высокие скорости и работа на пиковых нагрузках быстро изнашивали Р200 и ремонтники просто запаривались. Усложняло обслуживание то, что кузова выполнены из алюминиевых сплавов, а тележки скоростные и стандартизированных технологий ремонта ни для кузова, ни для тележек не существовало. Телеги ремонтировали по технологиям Р2, а кузова латали зачастую на глаз. В итоге, у обоих составов Р200 к 2000 годам накопились десятки трещин в тележках, провисание рам кузовов на большинстве вагонов, особенно в первом составе, коррозия, крепление подвагонных ящиков и многие другие проблемы, характерны, впрочем, для опытных, не доведенных до ума составов. Вот комментарий ремонтника. Ведро с гайками. Да чего там все неудобно сделано? Как-то все на скорую руку собиралось и проектировалось. Второй состав не лучше. До кучи после развала Союза начал нарастать дефицит запчастей и потери их качества. А как носились путейцы, проверяя, выдержит ли путь пролета этого чуда на 200 км в час? После каждого прохода Эрки по участку им приходилось тщательно проверять пути, устраняя дефекты, вызванные проходом состава. Можно еще отметить низкую экономичность поезда, который жрал море электричества. По факту поезд был коммерчески неуспешен с самого начала и существовал просто за счет постоянного финансирования. Но нужно было показать, что у нас тоже есть свое скоростное движение. Что же дальше? Неужели реинкарнация вилки? Вы знаете, нет. Серии Р-200 повезло и большая часть вагонов была сохранена. Подсчитано, что в процентном соотношении осталось 68% вагонов, а 32% было порезано. Что же это за вагоны? Сначала поговорим о Питере. Для главного музея страны 31 июля 2008 года были поставлены 4 вагона от самого первого поезда, головы 101 и 103 и моторные вагоны 112 и 114. Вот фото свежепокрашенного состава для музея, а здесь тапком тащат его непосредственно к вечной стоянке. Для Москвы были сохранены 105-я голова и 144-й моторный. Однако вопрос, а откуда только приемник на 144-м вагоне? Ведь он должен быть без пантографа. Или его потом поставили непонятно. Самарскому университету путей сообщения в 2011 году выделили 107-ю голову и моторники 252-254. Затем в сентябре 2012 года целых 10 вагонов второго состава обычным вылом потащили в музей Новосибирска и Екатеринбурга. По прибытии музею на станции сеятель выделили 203-ю голову и моторные секции 232-234 и 242-244. Оставшиеся пять вагонов, 201-й голова и моторные секции 212-214, 222-224 ждут своей очереди на базе запаса Дружинина. Таким образом, джентльмены, к 2020 году сохранены все шесть головных вагонов Р-200 и 13 моторных из 22 выпущенных. Однако 9 единиц все-таки было порезано в металлолом. Довольно печальное зрелище, надо признать. Сейчас джентльмен спросит, а как там насчет моделей двухсотки? Увы, есть только штучные образцы, которые стоят безумно дорого. Но как быть, если мы скажем вам об одном весьма интересном поезде, выпускаемом в миниатюре, который имеет отношение к Р-200 и который также канул в лету? Это пассажирский поезд на логомотивной тяге, но при этом находящийся в пути дольше, чем легендарный Р, лишь на один час. От Питера до Москвы 5,5 часов. Фирменный поезд Аврора, не меньшая легенда, запущенная в эксплуатацию в 1963 году и работавший до 2010 года. Уже мало кто помнит, что минимальное время в пути у Аврора составляло 4 часа 59 минут. За то же время в определенные годы катался и сам Р-200. А локомотивы? Одним из первых Аврора повели новенькие чехословацкие электровозы ЧС-2, затем ЧС-6, ЧС-2Т и культовый ЧС-200. Так вот, друзья, вагоны Авроры в 87 масштабе выпускает известная во всем мире компания Евротрейн. Та самая, единственная в России, производящая советские и российские модели железных дорог в масштабе 1 к 87. Более того, Евротрейн единственная, кто объединил под одним брендом и макетную студию. И сеть магазинов для моделистов и производства железнодорожных моделей, в том числе по специальному заказу. Именно эта компания, наверное, единственная в мире, предлагает, во-первых, набор из четырех вагонов, трехкупейных и одного СВ, а также набор из ресторана и спального вагона. Таким образом, сразу шесть вагонов и все с разными номерами, то есть фактически полноценный пассажирский состав. В реале в основном Аврора ходила о десяти вагонов, девять из которых были пассажирскими, а десятый вагон электростанция для централизованного электроснабжения состава без подвагонных генераторов. Интересно, что все вагоны, а это были немецкие Амендорфы, перед началом эксплуатации в составе Авроры прошли капитальный ремонт. Были усилены шкворневые балки и как раз сняты генераторы на вагонах для уменьшения сопротивления воздуха на скорости и обеспечения более быстрого разгона состава. Взамен в схему поезда включили вагон электростанцию. Как мы уже отметили, только компания Евротрейн производит подобные модели в России. В их каталоге имеются самые разные пассажирские вагоны и не только Амендорфы, но и вагоны Калининского завода, рестораны, багажный вагон. Так вот, все они имеют не только разный окрас кузова, но и разные тележки, разные корпуса, разный интерьер и разные подвесные оборудования, согласно оригинальным прототипам. Высокое качество продукции Евротрена отметили и российские коллекционеры, и коллекционеры Германии, Австрии, Чехии, Польши, Болгарии, Франции и даже Японии. Кстати, интересное предложение. В Евротрене джентльмен может сделать специальный заказ на сувенирные масштабные модели, которые станут отличным корпоративным подарком. Клиенту гарантировано высокое качество материалов, детализация, не уступающая классическим масштабным моделям и индивидуальный подход в работе над любым проектом. Возвращаясь к Авроре от Евротрена, можно отметить безупречный окрас кузова, тщательную проработку подвагонного оборудования и тележек, а также металлические колесные пары, что дает почти идеальный ход по макету. Бонусом будут вложенные в комплект немовские автосцепки. А для атмосферности предусмотрен монтаж внутреннего освещения. Ну просто клево! Заказать чудо-состав можно в интернете или купить напрямую в Москве или Питере. В столице целых два магазина. У станции метро Трубная, это самый крупный магазин, или метро Маяковская. В Питере же магазин у метро Технологический институт. Ссылку на сайт компании Евротрейн мы оставим в описании. Кстати, у них есть еще и группа в ВК. Ссылка также в описании. Проходите, смотрите, выбирайте и заказывайте. Ну что, джентльмены, хочется вас спросить, можно ли гордиться Р-200 по прошествии десятилетий? Или все же правы те, кто говорит, что это ком в горле? Напишите ваше мнение в комментах. И еще, стоит ли браться за ролик о другом чудо-поезде С-250 Сокол? Подписывайтесь на наш канал, нашу группу УВК, Инстаграм, жмите лайки, дизлайки, колокольцы, что там еще есть. И на стримы заходите. Там лампово. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до новых видео.